В Сирии под обстрел попали журналисты из разных стран, в том числе наша съемочная группа. Специальный корреспондент Александр Евстигнеев и оператор Дмитрий Кочурин. Это был выезд на север провинции Латайки, куда после заключенного соглашения о перемирии возвращаются местные жители. По данным российского Минобороны, стреляли с приграничной с Турцией территорией. Сейчас кадры с места. Иностранных и российских журналистов привезли на ближайшую к бывшей линии фронта точку. Отсюда до позиции боевиков меньше двух километров, по словам российских военных. Сирийские военные рассказывают, что последние несколько дней здесь практически не нарушается режим тишины. Если изучат выстрелы, то только единичные. По плану съемки в городе Кисаб должны были продлиться 10-15 минут. Репортеры из США, Канады, Евросоюза, Китая, России намеревались лично увидеть, как соблюдается режим примирения. Мы беседовали с канадским тележурналистом, когда раздался первый взрыв. Представители Министерства обороны позже скажут, всего прогремело 8 залпов. Репортеры не считали, спасались. Первая команда всем лечь, спрятаться за стену ближайшего дома. И приказ группе прикрытия выводить журналистов из-под огня. Броню, да, аккуратно прикрой! Ожесточенные бои на этом отрезке сирийско-турецкой границы закончились буквально несколько дней назад. Именно после объявления режима примирения. Сторонники президента Башара Асада медленно, но последовательно дожимали боевиков. И сюда, в Кесаб, даже стали возвращаться мирные жители. Мы вернулись все на эту землю благодаря сирийской арабской армии, а также благодаря усилиям России и коалиции. Это наша земля, наша страна. Эта земля была под контролем боевиков. Журналистов вывели из зоны обстрела под прикрытием бронетранспортера. 33 человека едва вместились за машиной. По информации Министерства обороны, стреляли со стороны турецкой границы. Вероятно, из населенного пункта Бдана. Скорее всего, это была либо артиллерия, либо самодельное орудие террористов. В результате обстрела осколочных ранений никто из журналистов не получил, но китайские, канадские и болгарские репортеры несколько распадали, когда убегали из опасной зоны. Ссадины, царапины, синяки. Медицинскую помощь им оказали российские военные, когда группа отъехала на безопасное расстояние. Позже стало известно, что залпы повторились еще два раза в течение дня. Среди сирийских военнослужащих есть раненые и погибшие. Александр Истегнеев, Дмитрий Кочурин, Первый канал, Сирия. Обновленная информация незадолго до эфира поступила из Минобороны России. Подтверждается, что разорвались 8 снарядов на расстоянии 150-450 метров от журналистов. Крупнокалиберная артиллерия 6 минут вела огонь из района турецкой границы. Четверо коллег пострадали, их состояние удовлетворительное, сообщил начальник российского центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Информация об обстреле передана в такой же американский центр в Омане.